Лига чемпионов и ваш комментатор Алексей Андронов Этот матч транслировался в прямом эфире каналом НТВ плюс футбол Игра очень интересная была, но давайте сейчас посмотрим чем завершится атака киевлян от Акаладзе Пас в штрафную, Ребров, удар поворотом, мяч пролетает над перекладиной Хорошо разыграли эту комбинацию киевляне Куфур в последний момент сумел помешать Сергею Реброву Но футболистам больше не желают платить деньги за низкосортное зрелище Вот почему сегодня большая часть Олимпия Штардиона пуста Повздорили немного после этого во вратарские футболисты Еще один корнер Матеус закручивал мяч на ближнюю штангу Для нас будет сегодня очень интересно слушать голос стадиона И гол, Юдаллас показывает на центр Что касается Матеуса, то это харизма Успех уже Подача на линию ворот практически Можно даже сказать, что Матеус закручивал мяч в дальний угол И вот здесь пагубная привычка вратарей советской школы не ловить мяч с первого раза Шавковский сознательно опускал его на землю Это не ошибка голкипера Вот почему-то у наших вратарей, у российских тоже Вот посмотрите еще раз подача углового Но выиграть борьбу у Янкера невозможно Еще если и отпустить его После того, как мяч пролетел мимо Странно сыграл сейчас Александр Головко Далеко бросает мяч Бабель Шавковский играет на выходе Тут же пытался Этим обстоятельствам Объясняется то, что Бавария одну очко взяла в пяти В двух матчах И одну очко из шести возможно Тарнат Удар с неудобной правой ноги И мяч пролетает выше ворот Знает, как с ней бороться Какого она происхождения И что надо делать? Гусин Оттесняет его от мяча в штрафной финк Продолжается, впрочем, на этом атака киевлян Но не долго И надломлены киевляне Это видно Ну вот еще Еще чего не хватает Даркаладзе по собственным воротам Такого результата Яшкин пас в штрафную Оливер Кан там, по-моему, подразнить решил в большей степени соперника Белькевич Удар по воротам должен Должен быть Должен быть Но Отборочного турнира чемпионата мира в Германии Удар по воротам Как неожиданно Прикладывается к мячу Ващук И Кан даже там не сумел среагировать Я напомню, что сборные России будут в отборочном турнире Противостоять команду Швейцарии, Словении, Фарерских островов Югославии и Люксембурга Но я думаю, что не имеется в рига И очень интересно себя вели Франц Бекенбауэр и Бобби Чарльтон Во время жеребьевки Они уже заранее поняли Потому что это последняя группа Девятая Они еще до того, как достали шарик С именем сборной Германии Стало ясно, что эти две команды будут вместе И тут же поднялись и пожали друг другу руки Бекенбауэр на футболках Кем их только не величали Это же вопрос социальный, по сути дела А так как киевлян Ребров просто не понимает, где он должен располагаться В этот момент Белькевич готов был отдать пар Все-таки принцип ротации состава Введенный Хитцфельдом в прошлом году Когда даже в дни побед состав меняется каждый матч Чтобы была одинаковая нагрузка на футболистов Или сходная, во всяком случае, нагрузка Он дает о себе знать Уже нет проблем с тем, чтобы перекомпоновать состав В случае травм Даже потери Посмотрим, что сможет сделать он Как подает Матеус, мы уже видели Ващук Еще один заброс мяча в штрафную И Салихамиджич там выше всех выбранных мяч выбивает Удар поворотом Оливера Кана И тигриный прыжок для развлечения Машадских Неизвестно, правда, что там с ним случилось Во всяком случае, никакой информации на этот счет не было Но и это Атакуют киевляне Ребров По штрафную Бар поворотом Кан на месте Это Мелькевич Пожалуй, самый активный в первом тайме в составе В играх достойный вполне результат И хорошая заявка На будущее Матеус делает передачу вперед Но там до мяча не добирается Паула Сержо Янкер Опасный момент Удар поворотом Мимо дальнего угла Прокатывается мяч после удара Карстена Янкера В двух словах я объясню, почему так мало зрителей Сегодня уже в первом тайме мы касались этой темы Но для тех, кто, может быть, опоздал Или что-то не расслышал Бавария очень неудачно играла в последнее время в чемпионате Германии И вот в первом тайме Травму стопы И, по всей видимости, так и не смог продолжить встречу Ну, а что же сейчас? Почему же не было удара поворотом в исполнении Белькевича? Хороший был пас Там не досмотрел Бабель Но Белькевичу бы броситься вообще вперед В подкате постараться занести мяч в сетку Подвергли команду абструкции во время кубкового матча в городе Манхайм И в итоге на эту встречу решили вообще не приходить Подача в штрафной Удар поворотом Мяч в сетке Нет, Ребров, конечно, уже на поле А что показывает Хью Даллас Хью Даллас показывает Давайте посмотрим Подача углового Здесь выбивают мяч из штрафной Футболисты Баварии И такое впечатление, что они начали делать искусственный офсайт Хотя и не очень умело Да, положения вне игры никакого здесь не было Надо бы посмотреть более крупный повтор Но тогда станет ясно, кто именно ошибся Сергей Ребров Главный бомбардир киевского Динамо Удар Янкера Мяч в опасной близости от стойки ворот И Кавадзе просто неудачно поступился на газоне Итак, публика недовольна игрой Баварии Она считает, что футболисты преврастились в такой эгоистический класс Который ничего не делает, кроме того, что обогащается В том числе и за счет налогоплательщиков и не самых богатых людей В Германии ФК Голливуд Снова появилась Да и опыт прошлых турниров Лиги Чемпионов Тоже подсказывает, что с киевлянами шутки плохи Пас в штрафную Опасный момент Куфур настигает Великолепный Вот те ребята понимали друг друга даже не с полуслова и не с полувзгляда, а с полушага Гусин Нужно встряхнуться Баварии Гусин 10 минут сыграно во втором тайме 1-1 Вообще журналисты назвали ситуацию, в которой сейчас оказались киевские динамовцы Ситуация и дежавю Потому что в прошлом сезоне в четверть финале Лиги Чемпионов Динамо победила Реал Потом встречалась с Баварией Сейчас в той же последовательности идут матчи Удар поворотом и блестящая реакция Как у Тарзана просто Оливера Кана выручает 10 остальных футболистов сохранились в команде У киевлян По сравнению с теми матчами С матчами весенними Отсутствуют Лужный и Шевченко Дальний удар Санта-Круса Не точно Но вот давайте еще раз посмотрим С помощью Какой специальной черты Естественно положения вне игры не было Это мы видели В первом случае При первом повторе Там все в порядке В оборону Рокки Санта-Крус Очень много помогающий защитникам Вовремя там подсуетился Финк Подача Не допрыгивает до мяча Паула Серджио Санта-Крус это чистый нападающий Повторяю тот эпизод Когда Оливер Кан вытащил мяч В верхнего угла ворот Санта-Крус Янкер Подача И опять Паула Серджио не дотягивается До мяча В гневе так стучит по Газонову Без особых пока проблем Защита киевлян Очень ладно скроенная Справляется с Атаками чемпионов Германии Ребров Создает момент для партнера Но удар не получается У Василия Кардаша Здесь Куфур не сумел Обработать мяч Не сумел выбить его В интервью газетам Говорит что У Лоттера очень юное тело Ей конечно виднее Сейчас Панорамой так на трибуне Нам показали лазареты Штрафбат Своеобразной Баварии От Элбера до Еремиса С отсутствующими лицами Все наблюдают за Элбер А у Серджио Удар поворотом И Шавковский Вытягиваясь так в струнку Демонстрирует свой кулак Все-таки несмотря на ошибки Это голкипер Высокого уровня Ну Средний уровень игры Шавковского Очень высок Тем более Надо же ответить чем-то Оливеру Кану Там кстати Может быть Показалось Тем что именно Матеус ошибся Когда гол забивал Киевляне Киевляне Да Нам не показали Крупный план Но Похоже что именно Матеус выбегал Из ворот Но опекал Реброва другой футболист Здесь По В ходу атаки Матеус В данном случае Ошибся только с тем Что он стал поздно Выходить Из обороны У Тарната Не получился удар И вообще Сегодня они у него Не идут А это футболист Который бьет по мячу Едва ли не сильнее Всех в Германии Ребров Убирает под себя И мяч И Торстена Финка Сбрасывает с плеч Удар по воротам Но для Кана Это ерунда А не удар Отмар Хитцвельд Вообще у него сегодня Резервов для усиления игры Очень мало Потому что в запасе У Баварии Всего 4 полевых игрока Патрик Андерсон Александр Циклер Михаэль Визингер И совершенно никому Неизвестный футболист Эндрю Синкала Бавария своей игрой Во втором тайме Позволяет киевлянам Это сделать Матч В принципе равных соперников Две По стилю И по Характеру Своей игры Две абсолютно Европейские команды Встречаются Никакой истерики Никакой паники Обе команды Это очень приятно Видеть Вышли на поле Именно для того Чтобы реализовать Тактический план Своего тренера Не здесь поклонники Баварии Но это люди Из числа Из той категории Вы знаете Которая будет аплодировать Что бы ни происходило Вернее Сейчас будет Дежавю А вот будет ли ремейк Будет зависеть от Шавковского Удар поворотом Мяч слетает с ноги Утарната Срывается И отправляется В ближние слои атмосферы Ну а здесь был Очень опасный момент Бабель мог отличиться Но мяч После того Как он переправлял Его в ворота Попал в голову За другое Он Считал что Его будут Выпускать на поле А когда увидел Что нет Показал тренеру Средний палец Руки Удар поворотом Гол Разобрался В двух своих майках Паула Серджио Одну может вообще Выкинуть сейчас Давайте посмотрим Элементарнейшая ошибка Вброс мяча Из-за боковой линии Почему-то Паула Серджио Один За спиной У Юрия Дмитрулина А дальше Все очень просто Янкер Я уже говорил Его не сдержать Его просто Невозможно сдержать Он уйдет Один Два Три Может быть Раза за матч Он уйдет И этого будет достаточно Выход скомандовал Оливер Кан Он знает Что делает Андрей Гусин Выигрывает борьбу Не только в Европе Выступающих Паула Серджио Вообще давно был Знаменит этим В Германии Еще когда Забайер играл Сейчас прервемся Янкер В штрафной Киевлян Это опасно Коварный такой Наброс на ворота Но Шавковский Был внимателен Уже три мяча Воплощение 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 Наверное Прагматизма В современном футболе Воплощение Играет сегодня С одинаковым счетом С одинаковым счетом Один-два От Воплощение 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 Воплощение